Говорит Черкесск В эфире Вести, радио Карачаева Черкесия Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, 21 августа. В студии с главными новостями Республики Руфина Ковалева. Вместе с заместителем полномочного представителя президента России Воскафо Максимом Владимировым, глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов, обсудил готовность региона к реализации приоритетных национальных проектов. В парке «Зеленый остров» в Черкесске будет построен филиал военно-патриотического парка «Патриот» с экспозицией музейной военной техники. Урожай колоссовых в нашей республике превысил прошлогодние показатели на 18 тысяч тонн. Обо всем этом в нашем сегодняшнем выпуске. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов, спикер Народного собрания Александр Иванов и председатель правительства Аслан Озов поздравили жителей Карачаева Черкесии с праздником мусульман всего мира Курбан-Байрам. В поздравительном адресе, в частности, говорится, цитирую. Уважаемые мусульмане Карачаева Черкесии, примите искренние теплые поздравления со светлым праздником Курбан-Байрам. Этот священный для каждого мусульманина день символизирует идеалы ислама и духовное возрождение, вселяет в сердца людей надежды, любовь, веру в добро, несет с собой милосердие, мир, стабильность и согласие в обществе. Сегодня мусульманская умма республики ведет большую работу по укреплению межнационального согласия, оказывает помощь нуждающимся, просвещает и воспитывает подрастающие поколения, прививает смейные ценности, поддерживает добрые конструктивные взаимоотношения с другими традиционными религиями. Очень важно в праздник Курбан-Байрам проявить заботу к тем, кто больше всего нуждается в помощи – пожилым, людям с ограниченными возможностями, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и малоимущим семьям. Дорогие земляки, пусть этот светлый праздник жертвоприношения вселяет в ваши сердца светлые надежды, укрепляет веру. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Говорится в поздравительном адресе первых лиц республики. Глава Карачаева Черкесии встретился с заместителем полномочного представителя президента России в СКФО Максимом Владимировым и начальником контрольного департамента аппарата полпреда Сергеем Никитиным. Участники встречи обсудили ход работы органов государственной власти Карачаева Черкесии и местного самоуправления по реализации майских указов президента России Владимира Путина и готовности региона к участию в реализации приоритетных национальных проектов. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в совещании в ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду, которое в режиме видеоконференц-связи провел вице-премьер России Виталий Мутко. Глава региона отметил, что готовность хозяйственного комплекса республики составляет порядка 60%. К началу отопительного сезона все работы по подготовке жилищно-коммунального комплекса Карачаева Черкесии к зиме будут выполнены на 100%. Глава Карачаева Черкесии в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» с мэром Черкеска Русланом Тамбиевым осмотрел площадку, которую городские власти выделили под строительство филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». В ближайшее время мэрия Черкеска передаст коллекцию музейной демилитаризированной техники в филиал «Парка Патриот» для создания единой пространственной экспозиции. Следующим этапом работы по созданию «Парка Патриот» станет практическое взаимодействие с Министерством обороны России. Предварительные итоги уборочной кампании текущего года рассмотрели первый заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Эльдар Байчоров, министр сельского хозяйства Анзор Баташев и первый заместитель министра сельского хозяйства Руслан Аслануков. Министр сельского хозяйства доложил, что практически во всех районах республики завершена уборка колоссовых культур. Полученный урожай превысил результаты прошлого года по предварительным прогнозам на 18 тысяч тонн. Министр здравоохранения Карачаева Черкесии Казим Шаманов провел личный прием граждан, в ходе которого обратились 9 человек. Обращения затрагивали вопросы оказания медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях региона, получения квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных учреждениях, лекарственного обеспечения, поступления по целевому договору в медицинские вузы и другие вопросы. По всем обращениям были даны разъяснения, взяты на контроль поручения, данные сотрудникам министерства и руководителям подведомственных организаций. Председатель общественного совета МВД по Карачаево-Черкесии Ахмат Байрамуков опроверг слухи о регулярно пропадающих в республике детях, отметив, что по официальным данным МВД региона единственный пропавший ребенок – это Мурат Тахчуков из Малокарачаевского района, которого ищут правоохранители и волонтеры. Ахмат Байрамуков призвал жителей республики не пересылать друг другу непроверенную информацию и не помогать тем, кто хочет посеять панику среди населения. На территории Карачаево-Черкесии с 13 по 22 августа текущего года проходит третий этап оперативно-профилактической операции МАК-2018. Только за прошедшие сутки в ходе совместных мероприятий сотрудников ОВД и администрации сельских поселений путем скашивания и сжигания. Дикорастущая конопля уничтожена на площади полтора гектара. Жительница республиканской столицы в течение одного дня погасила свои долги в размере 78 тысяч рублей. В ее отношении на исполнение в Управлении Федеральной службы судебных приставов в России по Карачаево-Черкесии находилось несколько исполнительных производств. О взыскании кредита, налоговых платежей и административного штрафа. Не желая отказываться от запланированного отпуска на морском побережье, она платила все свои долги в тот же день. 11-13 декабря в Москве состоится 9-й съезд некоммерческих организаций России. Крупнейшее общественное событие, включающее более 20 мероприятий различного формата. Пленарные заседания, экспертные сессии, круглые столы, семинары, мастер-классы, практикумы, публичные защиты проектов и выставки. Регистрация делегатов осуществляется на сайте www.gosgarant.ru РТПЦ Карачаева-Черкесии настоятельно рекомендует жителям республики самостоятельно подключиться к бесплатному цифровому эфирному телевидению в связи с переходом телерадиовещания на цифровые технологии и отключением аналогового вещания уже в начале 2019 года. Специалисты Центра консультационной поддержки РТРС в Карачаево-Черкесии готовы ответить на все вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование. Телефон Центра в Черкесске 28 14 94. В ауле Верхняя Тиберда Карачаевского района состоялось торжественное открытие новой мечети на 800 мест и первого в поселении Медресе. Соборная мечеть аула Верхняя Тиберда построена на средство мецената местного жителя Алисултана Тикеева. В рамках акции «Прокачай лето» военнослужащие Северокавказского округа войск Национальной гвардии провели военно-патриотическую игру «Зарница» в детском оздоровительном лагере «Дамхурц», расположенном в Лобинском ущелье Урупского района. По результатам игры первое место по праву завоевала команда «Скиф». На втором месте отряд «Авангард». Всего на один балл они опередили команду «Вятич». Всем участникам были вручены дипломы и памятные подарки. Активисты благотворительного фонда «Доброгорец» чествовали детей, сумевших справиться с онкологическими заболеваниями и стать участниками всемирных игр победителей в Москве, которые достойно проявили себя и представили на состязаниях Карачаева-Черкесию. Детей наградили дипломами от имени благотворительного фонда, а также подарили им подарки и накрыли праздничный стол с вкусными угощениями и большим тортом. В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль спортивного туризма, в котором приняли участие более 200 человек из разных уголков страны, в том числе из Волгограда, Мордовии, Ростова, Ставропольского края Кабардино-Балкарии. Участники преодолели полосу препятствий, горные маршруты, переправились через реку, продемонстрировали умение оказывать первую медицинскую помощь. Все маршруты находятся на высоте около 3000 метров над уровнем моря. 25 августа Карачаево-Черкесия присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой по всей стране пройдут показы трех отечественных картин «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюльна и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко, ставших лидерами народного онлайн-голосования. В Карачаево-Черкесии показ фильмов состоится в амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров», на базе Карачаево-Черкесской республиканской детской библиотеки имени Сергея Никулина, а также в районном дворце культуры Зеленчукского района. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Во второй половине дня в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, температура воздуха 24-29 градусов тепла, в горах местами до 20 градусов выше нуля, пожароопасность 1-3 класс, в северных районах и Черкесске высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске переменная облачность без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порыве ветра до 15 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 29 градусов. Редактор субтитров А.Семкин